Как создать персональное хранилище данных? Нам потребуется вот это и это, а сетевой администратор не нужен. Теперь планшет, телефон, ноутбук и компьютер всегда и везде могут быстро и легко получить доступ к информации или загрузить ее на WD My Cloud. Собственно о нем и пойдет речь в нашем обзоре. Что может эта штука? WD My Cloud это как Dropbox или Google Drive, только ваш личный и с огромным объемом памяти. Есть модели объемом 2, 3 или 4 терабайта. Сюда можно сгрузить всю домашнюю фонотеку, фильмы, фотографии, просто документы и все остальное. А изюминка My Cloud в том, что получить доступ к этим данным можно не только из домашней сети, но и из любого места в мире, где есть интернет. Работает хранилище по очень простой схеме. Подключаемся к сети и роутеру, скачиваем с сайта Western Digital программу помощника установки и делаем все как там указано. Ошибиться невозможно. Его легко настроить, это один из главных плюсов девайса. И на Mac, и на Windows My Cloud определяется как устройство с общим доступом и без проблем дружит с обеими операционками. Главный минус программного обеспечения My Cloud, по нашему мнению, хранилище не умеет синхронизироваться с папками на компьютере. Есть специальное приложение для работы с хранилищем, с помощью него можно, к примеру, отправить ссылку на файл кому-нибудь на почту. Полезная функция. Других серьезных достоинств приложения мы не заметили. Еще My Cloud может использоваться как место для хранения резервных копий системы. Мы использовали часть свободного места на винчестере для хранения резервной копии Apple Time машин. Теперь о мобильных гаджетах. У нас тут полный набор мобильных операционных систем. Все работает примерно одинаково. Установили приложение My Cloud, подключились к нему и пользуемся своим хранилищем. На главном экране можно либо подключиться к самому накопителю, либо к своим учетным записям в Google Drive, SkyDrive или Dropbox. К сожалению, синхронизации с этими сервисами нет, но можно копировать между ними и My Cloud данные, заливать и просматривать фотографии и документы. Заходим в само хранилище. Все загружается и отображается достаточно быстро. У фотографий есть превью, подгружаются снимки не моментально, но как для сетевого хранилища очень неплохо. Вторая классная вещь — поддержка воспроизведения музыки и видео. На телефоне без проблем проигрываются домашние коллекции музыки, а видео можно смотреть на планшете. Мы использовали AirPlayer. EAV и MKV проигрываются без единого лага и задержек. Ну а если дома есть медиаплеер с поддержкой DLNA или телевизор поддерживает этот стандарт, то можно смотреть и на нем. Дальше немного подробнее о настройке и скорости работы хранилища. На главном экране веб-интерфейса только самое важное — свободный объем, результаты диагностики накопителя, количество пользователей и устройств, подключенных к хранилищу. Кстати, о пользователях. Их можно создавать несколько и назначать им разные права. К примеру, права на доступ к папке с личными документами выставляем только себе, а в папку с общим доступом копируем фильмы, музыку и прочий развлекательный контент, который будет виден всем. Еще одна удобная штука — SafePoints. В MyCloud есть порт USB 3.0, куда можно подключить еще один жесткий диск. Его можно использовать как дополнительное хранилище и как место для резервной копии всех данных, хранящихся на MyCloud. Создаем новый SafePoint и теперь мы уверены, что у нас есть полная копия всей нашей информации. Кстати, о внутренностях хранилища. Жесткий диск Western Digital Red, неторопливый, но емкий. Скорость его записи и чтения не превышает 50-60 мегабайт в секунду. Для дома этого точно хватит, даже если два или три компьютера одновременно будут работать с хранилищем по сети. А вот ставить ее в офис с десятком постоянно подключенных клиентов не стоит. WD MyCloud — это гармоничная система хранения для дома или домашнего офиса. Она легко устанавливается, нормально работает и не создает сложностей. Хорошее решение проблемы — емкого файлового хранилища, пусть и не самое быстрое. Ей не помешала бы функция синхронизации с папками компьютеров и автоматический обмен данными с облачными хранилищами Google, Microsoft и Dropbox. Но в остальном это отлично работающее устройство, простое в настройке и не требующее особого обслуживания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова